Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, на дворе среда, турнир давно закончился, но приз я забираю только сейчас. Поехали! Так, мастер, одна звезда, отлично, значит у нас, друзья мои, будет неплохой ревард с вами, да? 8 400 сюрикенов, 40 ДНК на сплинтера, кстати, хочу сказать сразу же, пофармить сплинтера у меня не получилось, друзья. Так что мы его еще не скоро с вами проапаем, но тем не менее есть небольшой сюрпризик другого характера, так что об этом попозже. 90 золотых осколков и 55 платиновых, отлично, сразу же бежим в магазин, открываем с вами колоду и смотрим, что нам здесь выпадет, что нам достанется. Ну я понял, ребята, к север, да? Точно, к север Монтес, лично. Так, задание, забираем с вами ревард, поднять уровень персонажа, в общем, все понятно, ну и пройти серию испытаний, это уже мы с вами сделаем, наверное, в конце. Так, а теперь о сюрпризе, ребята. Сейчас вы увидите все сами. А, как вам, а? Тигриный коготь у меня, конечно же, получает последнюю пятую золотую звезду. Ну что же, скажу элементарно, ребята, я в магазине докупил на него ДНК, там оставалось, по-моему, три штуки, купил и все, развиваем, конечно же. Конечно же, друзья, пятая звездочка, отлично, ух ты, морозный луч, у него появляется способность. Это тигриный коготь достает излучатель холода и стреляет во врага. Вероятность 25% вызвать оглушение на один ход. Вот так вот, это, короче, друзья мои, не массовая атака, одиночная, я так понимаю, но массовая атака у него есть. Называется силовое решение. Ну что же, давайте, наверное, проапаем чуть-чуть, да? Ага, 51 уровень, это максимально, что мы можем себе возволить, потому что мутаген у нас уже закончился практически. Так, задание, забираем опять же реворд и давайте-ка посмотрим, что мы можем с вами здесь прокачать. Так, у Рафаэля есть иншвазь, да, я полностью прокачал ему больше никаких нежностей. Дальше у нас идет Майки, да? У Микеланджело что можно прокачать? Ну, можно пассивку по черепащей, да? И можно же вот это, буякаша. Давай, наверное, буякашу будем с вами развивать, но здесь очень нужно много ингредиентов. Начнем, пожалуй, вот с этого, да? Нам две штучки всего нужно, как всегда, нам не выпадает с первой попытки, со второй тоже не выпадает. Ну а с третьей? Здравствуйте, приплыли. Вы сейчас будете специально, да, издеваться надо мной? Не давать вот этот вот, что это такое вообще у нас? Я не знаю, какой-то диск. Какой-то диск, ага. Че-планшет. То есть планшет черепашек, я так понимаю, да? Ладно, одну штучку мы нашли, а нам нужна еще... Ага, вторая. Нам нужно было две или три? Ну, в общем, не важно, сколько нужно, все собрали. Так, 14 вот таких, ребята, наушников нам нужно найти. Ага, 14, слушайте, ну это очень много и долго. Так что вряд ли мы с вами за одну серию все это сможем собрать. Может быть, даже и за две не соберем, особенно когда нам придется искать 3D-очки. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим. Может быть, я уже выполнил все-таки задание, и можно будет с вами двигаться дальше. Так, забрали, забрали, пройти серию испытаний. Ну, ладно, так уж и быть. Давайте уже за одну пройдем. Быстренько. Ага. Вот такой командой я побегу, пожалуй. Ну, все, ребята, по стандарту. Вы уже неоднократно это видели, как я прохожу. Так что будем все делать очень быстро и эффективно. Так, кланфутовцы, да, тут выеживутся. Ну, это они, конечно же, зря. Давай-ка попробуем наказать. Отлично, майки. А здесь? Ну, зэк, как всегда, ребят, хромает. Как всегда. Я не удивлен. Так, маузер. Ну-ка. Так, немножечко осталось. Добили. Переходим на вторую заключительную волну. И здесь у нас, ну, естественно, на Рокстеди, да, будет у нас и Бибобчик. Пожалуй, начнем с уклонения. Потому что серьезный противник, да, шутить здесь не любит и будет бомбить очень больно. Так, замедлялочка сработала только на троих. Можно, в принципе, сделать массовую атаку, но я думаю, что пока перебьемся. А сделаем лучше вот такой удар. Ха-ха, Бибоба просто снесло. Ты смотри-ка, что это помойное ведро тут разводелывалось. Слушайте, может быть, нам взять лучше провокацию или не стоит? Наверное, мы пока перебьемся, да? А вот такой ударчик нам нужно прописать. Постепенный урон, к сожалению, не повесили. Давай тогда массовую атаку сделаем от железноголового. И остается лишь помойное ведро железное. Ну что же, ребята, победа за нами. Я в этом даже не сомневался. И мы забираем все наши последние реворды, все наши награды и идем на арену. Но, ребят, сегодня арена будет у нас жесткая, потому что среда, вы сами понимаете. Если бы я начинал в понедельник играть, то там бы было все замечательно. А так как уже прошло полнедели, сегодня будет очень-очень тяжело. Ох ты! Ох ты, ребятулечки! Да вы посмотрите, кто у нас на турнирочке разыгрывается. Супер Шреддер, да это что-то, елки-палки. Я жалею только об одном, что у меня не было времени раньше зайти в игру и обрадовать себя вот этим. Так, что у нас может выпасть? На Лиге Мастеров, если я дойду, 40 ДНК. А мне не хватает, там, по-моему, совсем чуть-чуть. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько же нам нужно ДНК для того, чтобы все-таки нам его открыть. Друзья мои, мне всего лишь 9 ДНК нужно. И он у нас будет. Ну, естественно, чем больше мы заработаем, тем лучше, потому что нам нужно будет его еще и проапать. Ну что же, приступаем, наверное, так. Об испытаниях у нас что? 9 Сила, ну, вы сами знаете прекрасно, да, я на 100% ее прохожу. И классическая бойня. А вот этого я не помню, если честно. Хм, Крэнк. Ну, Крэнк он у нас уже есть. Ну что, друзья, погнали, пожалуй, да? Ах, Супер Шреддер, наконец-то ты у меня появишься скоро. Так, друзья мои, Лига Воинов, естественно, одна звезда. А, тут уже две даже есть. Ну, я, пожалуй, начну с Фехер. Поехали. Так, 17 уровней, даже и думать не о чем, конечно же, будем брать с вами самых моих простеньких. А они у меня 30 уровня. Соответственно, врагу сейчас мне поздоровится. Ну, не забывайте, друзья мои, что мы с вами бустануть не успели. И будем очень-очень медленно с вами продвигаться. Очень медленно. Но уверенно. Так, а ну-ка. Кирбис не упал, елки-палки, посмотри, а. Но они, конечно же, промахиваются, потому что уровень у них пока слабенький. У них 17, а у нас 30. Но, тем не менее, идеальная победа. И мы сразу же переходим к следующей битве. И будем сразу же, ребята, использовать всех своих слабеньких персонажей. Так, 44-я позиция. В принципе, неплохо. Поехали дальше. Виктор, Дмитрий и Нонейм. Я возьму, пожалуй... Оу. Давай, наверное, Дмитрий. Смотрите, 12 кубков. То, что нужно. Нам как-никак нужно быстрее выбиваться. Да? На верхушке. Так, 21 уровень. Кстати, что-то уж больно как-то быстро. 21 уровень уже. А где же 15-й, 14-й, 10-й уровень? Не будет, да, такого счастья мне сегодня? Ладно, перебьемся. Ну что, начну, пожалуй, я с Эйприл. Давай, шенигами, накажи. Не вышло у тебя, родная моя. А если вот так вот? Молодец, Донни. Умничка. Ну и теперь будем уже Багстросток у нас с вами брать в оборот. Ух ты, елки-палки. Смотрите. Они шутить не любят. И почему-то все на шенигами напали, да? Почувствовали, как говорится, слабинку, да? И начинают сразу бомбить. Так, мы с вами в незаметности. То есть, атаковать ее уже не будут. И мы продолжаем с вами ликвидировать нейтрализатора. Да что ж ты будешь делать? Ты смотри какой, а? Жук. А если так? Молодец. Шенигами уделала его. Ну, а мы сразу же продвигаемся на следующий бой. И будем проходить. Так, друзья мои, ну-ка. Да, воин две звезды. Оппозиция девяносто первая. Ну, в принципе, я не удивлен. Кстати, у нас с вами сто три четыре монеты. Надо будет зайти в магазин. И посмотреть, что мы сможем с вами там приобрести. Если я не ошибаюсь, мы с вами копим на Шенигами, да? Ахмед. А это кто у нас тут? Абдельмахаджит, е-мое. Ну, давай тогда, наверное, его и возьмем. Тут у него 18 уровень максимальный. Ну, сами понимаете, да? Для нас это детский сад. Никаких сложностей вообще не будет. Слушай, ну, это будет круто, на самом деле, если мы с вами на этой неделе получим шреддеры. Даже не просто шреддеры, а супер-шреддеры. Туф, Донателло с удара вынесли. Так. А Лео пока стоит. Уже упал. И Бакстер Стокман тут начинает выделываться. Но это, конечно же, он зря. Потому что этот удар его добьет. Да. Доктор Роквелл сделал свое грязное дело. Ну, а мы с вами продолжаем поединки. Так. Давайте глянем, куда мы переместимся с девяносто первой позиции на... 52-ю. То есть, нам предстоит еще два боя сделать, да? Чтобы перейти на Лигу Войнов 3 звезды. Я так подозреваю. Хотя, если мы его сейчас вот до вида сможем победить. Я думаю, мы сразу перейдем уже на 3 звезды. В общем, давайте спонтреть. Выбираем Пита. Донателло, пускай у нас будет здесь. И Майки. Пока еще 3 героя мы выбираем с вами. Хотелось бы, конечно, побольше бы. Но, тем не менее. Возьмем в оборот в начале... Хотя массовая атака. Давай-ка вот так вот сделаем. А потом возьмемся за Леонардо. Конечно же. Так, Лео. Ты нам здесь не нужен. Так, нейтрализатор. Минус. И... Рокстеди. Да ты что? Он успел даже поджарить нас. Маленечко. Но это зря, конечно, он сделал. Все, друзья. Двигаемся сразу же дальше. Без всяких рекламных пауз. И тому прочему. Так, хотелось бы... Нет, друзья. Нет. Мы не перешли еще на 3 звезды. Но 12 позиция. То есть предстоит еще один бой сделать. Так. Вэл, Энди и Женька. Я возьму Энди. Потому что здесь больше кубков. А нам нужно с вами как можно быстрее продвигаться. К Сёгунам, да? А может быть даже и в Мастера. Хотя... Не знаю, друзья мои. Очень много времени упущено. И успели ее наверстать. В плане того, что на этой аренке добиться нужного мне результата. Это под большим вопросом. Вау. Сразу же? Ладно, хорошо. Давай-ка попробуем. Леонардо. Ну, мы ему защиту понизили. Можно сделать, в принципе, массовую атаку, друзья мои. Давай попробуем. Отлично. Что-то этот Рокстеди я смотрю у всех практически в каждой компании, да? Какого противника не возьми, везде есть вот этот вот Рокстеди. Ладно, друзья мои. Как видите, мы разобрались с ними. Ну и двигаемся дальше. Так. Воин 3 звезды, елки-палки. Это сколько мы с вами сделали боев, чтобы перейти на Воин 3 звезды? Чтобы добраться до сюда? Да, боюсь, сегодня мы до самураев даже, наверное, не дотянем. Хотя, кто его знает. В общем, Марио, Роман и Ксения у нас. Я, пожалуй, буду драться с Ксенией. Давайте-ка так сделаем. И, как мы видим, 21 уровень. Это максимальный, да? Что у нее есть? Раз, два, три, четыре. И уже четыре персонажа можно брать, как говорится, в бой. Слушай, ну вот эти вот ребята меня немножко, конечно, расстраивают. Они слабенькие, поверьте мне. Начнем с Мухи. Так. Ну, Рафик, ну елки-палки. Ну, Саблезуб, не подведи. Молодец. Так, теперь бы нам, наверное, с вами нужно как-то вот этого Рокстедика бомбануть. Ага, мы его заморозили. Отлично. Так, массовая атака от Донателла. Шикарно. У-у-у. У него очень мощный постепенный урон. Вы заметили, да? Они просто упали и все. Это нам на руку. Так, и мы перемещаемся с вами с 81-й позиции на 37-ю. Кстати, это неплохо мы с вами рванули, если честно. Так, здесь Линду я беру. Вы сами, наверное, понимаете, зачем и почему. И, кстати, вы заметили, что здесь серебряные и бронзовые персонажи. А мы с вами, ну, не меньше серебра, как говорится, да? Выбираем. Серебро да золото. Это все наше. Так, ну что ж, давай посмотрим, кто тут и что тут у нас. Ага, Ванька-стиранка. А Пит. Ну, начнем мы, пожалуй, с Пита. Так, давай. Родной мой. Не вышло у тебя. Хорошо. А если вот так вот? Да что ж ты будешь делать? Ребята. А, он стал атаковать. А почему он не хилял? Мне непонятно. Обычно он хиляет. Так, массовая атака. Опа. Тоже слабенько, да? Джастин наш бьет. Вот Ванюша там, конечно, отжигает по полной программе. Он, конечно, молодец. Бомбит не по-детски. Вот и доигрался он. Но добьем Дони на Дони? Нет, не вышло. Джастин. Замечательно. Ну что, я думаю, что сейчас мы с вами перейдем уже в следующую лигу. Ну-ка посмотрим. Надеюсь, меня здесь не обломает. Да, друзья, в элите мы с вами. Одна звезда, 93-я позиция. Как говорится, поехали дальше. Шериф и Ричард. Я, наверное, возьму Шерифа. Угу. Кубков, смотрите, сколько, да? Но здесь, ребята, бронзовые и серебряные персонажи. А тут уже золотые. Хотя для меня, в принципе, никто из них не страшен абсолютно. Так, у нас 36-й уровень, да? Мы уже добрались до 40-х. А они все еще топчутся на 25-х. Так что, друзья мои, естественно, здесь будет разбор полетов очень быстрый. И для них, кстати, очень болезненно, если честно. Так, поехали. Так, Лео. У-у-у. Выстрел. Так, давай-ка бросим, наверное, баллончик с тобой. Замечательно. Пробивной. Шикарно. Бросаемо. Нет, ребята, это не бросаемо. Это обычный удар у нас. Вот что значит не поиграть с недельку. Да, друзья, целую неделю меня не было, к сожалению. Были определенные дела. Так что будем с вами наверстывать. Очень много было планов, но я не знаю, как это все реализовать. Но ничего, друзья мои, скоро будет отпуск у меня в конце января. И два месяца будем отдыхать. Так, ну что, друзья, куда мы с вами перейдем? 58-я позиция. Медленно, конечно, мы с вами тут продвигаемся. Ох, елки-палки. Ян. А, Ян, скорее всего, да? Фабин и Данил. Ну, давай вот с этим вот, наверное, угрюмым. Хотя нет, друзья, мне надо с Данилом драться, потому что кубки. Все дело в кубках. Так что давайте-ка выбирать. Ксевер Монтес, Пицелиций, Астрозуб и Макман. И это у нас 40-й уровень, а у него максимальный, как вы видите, 30-й. То есть на 10 уровней наши бойцы сильнее. Поехали. Так. Ага. Защитку понизили. Ну-ка, Макман, пропиши-ка. Ох, как чудо-то он дал. Ну и, пожалуй... Да давай массовой атакой. Так уж и быть. Пумс. И все, и мы всех их доберем. Довольно быстро все это происходит у нас. Это из-за того, что мы их намного сильнее. Да, друзья. Так, 58-я была и 21-я. Ну, я думаю, что после этой каточки мы сразу перейдем на лигу элиты 2 звезды. Я на это надеюсь. Так, кубки абсолютно везде одинаковые, да? Как мы видим. Хм, поэтому, наверное, мы с вами возьмем Андрюху. Да-да. Именно Андрюшку мы будем с вами сегодня бомбить. Так, выбираем Монда Гека. Ладно, пускай будет Монда Гека. А почему бы и нет? Он тоже заслужил, да, как говорится, немножко подраться. Но массовая атака у нас у кого? К сожалению, только у Мутагеноида. Так, укрепляем нашу команду. Естественно, усиливаем ее. На атаку. А, вот у нас еще есть массовая атака Монда Гека. Пускай он бросает. Слушай, довольно неплохо бомбанул. Что бы нам сделать? Мы можем комочек, в принципе, бросить, да? Можем просто атаковать. Давай-ка вот... Подожди-ка. Я думаю, что комочком надо бросить в Рафаэля. А ну-ка. Минус. Шикарно. Так, я думаю, что настала пора делать нам массовую атаку именно от Мутагеноида. Он будет бить по земле. И все. Это был конечный удар. Друзья мои, я надеюсь, мы перейдем все-таки сейчас с вами в двухзвездочную элиту. Ну-ка. Не расстраивай меня, пожалуйста. Да, друзья. Но позиция 90. Слушай, до самураев, наверное, мы все-таки доберемся сегодня. Кен, Федерик и Яна. Абсолютно все одинаковые, да? Тогда я выбираю Яну. Да? Будем с Янкой драться. 28-ая. А, нет, 29-й уровень, ребята. 29-й уровень максимальный. Это Рокстеди. Зачем я смотрю на уровень, если мы уже с вами, извините, 45-й уровень, и там 50-й. А я так понимаю, выше, наверное, 40-х сегодня и не будет. Мы просто не успеем до них дойти. Хотя, кто его знает. Так, ну что? Давай сделаем вначале массовую атаку. Давай, майки, космос. У-ху-ху, замечательно. Так, выпускаем балбисов. Да? Из другого измерения. И все. Достаточно было, да? Двух массовых атак, и весь отряд упал. А я так хотел, ребята, этим бомбануть. Крэнгом. Но до него никак не дойдет очередь. Так, переходим с вами на 52-ю позицию. А, 51-я. 51-я, конечно. Куда это я загнул? Так, Руслан, Сах и Никола Тесла. Слушай, даже выбирать... Даже не знаю, кого, друзья. Ну, давайте возьмем Саха. Тут 30-й левел, да? Максимальный. А у нас 40-й. 45-й даже. Ой, как же я не завидую им. Я не знаю, друзья, будем ли мы сегодня проходить какое-нибудь испытание. В принципе, можно было бы, наверное, да? Так, ну что, давай, наверное, усилим нашу команду. Так, и сделаем вот такую вот волну. Отлично, минус 2. Так, минус Рафаэль. Дальше. Ну что, ну что ты хиляешь? Зачем ты, муха? Тебе же это уже не понадобится. Ты понимаешь? Нет? Тут же все. Тут все предписано, что вам дано, как говорится, сдаться. Ладно, друзья мои. Идеальная победа. Мы сразу двигаемся дальше. Без рекламочек всяких, да? И рассусоривания, естественно. Так, 12-я позиция. В общем, еще один бой. И мы в элите 3 звезды. И начнем мы, пожалуй, Аз и Несса. Ммм, вот. Аз нам нужен, потому что здесь 15 кубков. Да, начнем. Да и уровень, да? 33-й здесь. Ну что же, хорошо. 33-й против 45-х, 46-х. Ну, это вообще ни о чем. Ну, я в этом не виноват, друзья мои. Согласитесь. Я в этом абсолютно не виноват. Так, минус нет? Нет. Живет еще пока. А если массовую атаку от майки ролевого? Ух, как мы им всем, друзья мои, понизили атаку-то. Это довольно круто. Ну что, я думаю, добьем мы с вами караечку, наверное, да? Отлично. Так, телекинез в кого? Давай, наверное, вот в бибобчика бомбанем с вами. Упадет? Упал. Провокацию, я думаю, здесь не стоит брать. Просто будем бомбить. Так, секунду. Что он там делает? Контратака на Рафаэля из фильма. Повесилась, да? Ну что-то, бросает Сай. Так, понял я его. Ладно, друзья мои, давайте тогда тоже гневаться. Ну что, родной, готов? Слушай, а может быть постепенно урон повесим на него? Дай-ка попробуем. Отлично. Так, ему конец, да? Остается только лишь Рафаэльчик у нас. А ну-ка, если так. Зачем я бомбанул? Можно было бы, в принципе, друзья мои, Вером шлепнуть его. Так, а если вот таким ударом? Изи. Нормуль. Ну, оттого убил постепенно урон. Так, Аза, короче, мы с вами победили. И двигаемся дальше. Элита, три звезды. Если проходим, да? У нас уже будут самураи дальше. Так, Захит, Макс и Никита. Слушай, абсолютно везде все одинаково, поэтому я возьму, наверное, Макса. Возьмем Макса. Тут 36 уровень. У нас, кстати, с вами, друзья, заканчиваются герои. Наверное, еще боя три. А может быть, четыре. Посмотрим. Так, ну-ка, поехали. Ай-яй-яй. Не получилось, если сделаем массовую атаку от Шреддера. О, хорошечно. Ничего не могу сказать. Так, Ванюшу мы отсюда уберем. Отличненько. Так, Рокстеди. Давай, наверное, массовую атаку сделаем. Я думаю, что они упадут. Проверим. Так, упал только Рокстеди. Так, дальше добиваем Мондагека. Ну, и этот будет хиляться, нет? Нет, он просто стреляет. И промахивается. Ну, а мы его, естественно, добиваем. Так, друзья, неплохо совсем. Давай посмотрим, куда мы сейчас с вами переместимся. Так, это понятно. Кубки, все это зарабатываем. 76-я была, а становится 44-я. Слушай, два боя нам, наверное, придется еще сделать, да? Чтобы перейти. Хм. Так, кто у нас тут? Мария. Петр. И Никола. Опять Никола? Ну, я буду драться с Петром. Да-да, именно с ним. Только лишь из-за кубков. Так, друзья мои, Тигр. Да, здесь у нас будет Шархан наш, который сегодня получил пятую золотую звезду. Кстати, знаете, что я думаю? Кого нам в следующем повышать в платиновом ранге? Нет, я, конечно, УСАГИ хочу, но вы прекрасно понимаете, что если у нас в ближайшее время не будет ивентов на УСАГИ. Кстати, надо проверить вот этот вот выстрел, что он из себя представляет. Ага, неплохо. Прям как ковбой какой-то пострелял, да? Если у нас в ближайшее время не будет ДНК на УСАГИ разыгрываться, да? Нам придется какого-то персонажа нового с вами переводить. А вот кого я пока не знаю. Я думаю, что вы мне в этом деле подскажете. Так, хорош, Доня, успокойся. Ой, сейчас ему не повезет, друзья мои. Ой, не повезет ему сейчас. Добили. Потому что у всех стоит контратака. Практически у всех. А нет, не практически у всех. Да, друзья мои, это редко так получается, когда у всех стоит контратака. Ладно, добиваем с вами Макмана и Донателло Фильм. Давай, наверное, вот так вот бомбанем с вами. Изи. Отличненько. Очень хорошо. Так что, Петр, извини. Ну, ты сам напросился. Точнее, я тебя выбрал. Ну, а мы сразу двигаемся дальше, друзья мои. Ну, как я вам и говорил, нам придется еще один бой сделать. Ладно, это ерунда мелочи жизни. Так, Кристофир, Геральт и Казах. Казах. Кстати, давненько мы его не видели. До этого Казаха. Так, смотрим кубки. Все абсолютно одинаково. Поэтому давайте тогда возьмем Геральта. Он самый слабенький из всех здесь. Ванюшечка, да? И закончит у нас Змея Край. Наконец-то я, друзья, записал себе все сезоны Черепашек и Диндзя. Надо будет как-то на досуге посмотреть. Чтобы, как говорится, не задавать вам потом лишних вопросов. Кто, откуда и зачем, и куда и почему, да? Я сам посмотрю и все узнаю. И потом буду сам вам, наверное, еще здесь подсказывать, где, что и как. Так, друзья мои. Ну, что же. Поздравляю нас. Мы уже в Самураях. 83-я позиция. Довольно неплохо идем. Кстати, я думал, будет намного хуже. Но, как видите, все отлично. Так, Николай, Вэл и Максим. А выбираем мы с вами без разницы кого. Я тогда Николая возьму. Николая возьму. Раз, два, три. Четыре. Пять. Получается, друзья, еще один бой у нас с вами будет. И все на этом. На этом будем закругляться, наверное. Или же пойдем на испытание. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так. Я думаю, тут даже нет смысла абсолютно никакого вставать в провокацию. Мы их сейчас тут всех просто так-напросто разберем. Так. Да зачем ты? Ёлки-палки. Я что, не переключился, что ли? Ну, видимо, не увидел, друзья. Так. Метеорит. Бумс. И все упали. Очень быстро. То есть, если бы он был бы у меня первым, да? Армагон. И ходил бы первым. Сразу же мы всех одним бы ударом положили. Получается так. Ну, что? 83-я позиция была. Становится у нас 55-я. Хм. Так. Лига самураев. Владимир. Ахмед. И Джеки. Джеки-чан. Ёлки-палки. Ну, я не знаю, друзья. Я не знаю. Я в смятении. Ну, давай Владимира возьмем. Фиг с ним. Там ковбой себя какого-то воображает. Друзья мои, я даже думаю, что можно будет сделать, в принципе, еще один бой. Но для этого нам придется потратить откатики. Но зато получим немножко кубов с вами. Так. Не будем здесь никакие уклонения делать. Тут все и так понятно. Давайте бросим бомбочку. Ёлки-палки. Распетрушили. Но все равно некоторые выжили. Как вы видите, да? 37-е, 36-е уровни. Выжили от бомбочки зэка. Не упали? Молодцы, красавцы. Что скажешь? Так, друзья мои. Ну, и последний бой. Я надеюсь, мы с вами все-таки сможем добраться. Хотя вряд ли. Но хотелось бы в самурае две звезды уже очутиться. Так. Для этого нам придется с вами сделать вот такую вот штуку. Берем с вами Геральда. Забираем Леонарда. Бакстера Стопмана. Я возьму также, пожалуй-ка, зэка и железноголового. Ёлки-палки. Ну, давай возьмем еще Донателло. Фиксим. Так уж и быть. Поехали, друзья. Практически у всех есть массовые атаки. Как вы понимаете, да? Я думаю, что сейчас все здесь очень быстро произойдет у нас. Вертушка. Конечно же, друзья мои. Супер вертушка от Лео и все. И все они падают. Так, ну что, с лигой мы с вами закончили, да? Пойдемте посмотрим, что у нас по испытаниям. Так как сегодня среда, нам бы неплохо было бы бустануть, друзья мои. Сотое место. Самурай 2 звезды. Неплохо, да? Приземлились. Так, забегаем быстренько с вами в магазин и смотрим, что у нас есть. Мы можем с вами за 5000 сюриков приобрести 5 ДНК на Рафаэля фильм. Слушай, ну в принципе, друзья мои, я думаю, что это выгодно для нас. Поэтому я приобретаю. Дальше переходим сюда. И у нас шинегами. Ну давай, фиг с ним. Потратим соточку. Так, 3 ДНК получили. А по жетонам у нас, друзья, кисленько все. Кстати, что хотел сказать по поводу нашего сплинтера. У нас сейчас должно быть где-то около 60 ДНК. Если я... Да, ребята, 60 ДНК. Ровно 40 нам не хватает для того, чтобы он тоже получил пятую золотую звезду. Ну вы смотрите, друзья мои, как мы с вами неплохо двигаемся. У нас очень много, очень-очень много персонажей уже на пяти звездах золотых. То есть это все потенциальные персонажи, которые могут перейти в платиновый ранг. Вы понимаете, да? У меня очень тяжелый становится выбор. Кого перевести? Естественно, на УСАГе вряд ли мы с вами успеем накопить. Сколько здесь нужно? 38 ДНК. Это будет либо тигриный коготь, потому что он мне нравится. Так, либо, я даже не знаю, либо Доника переводить. Или Ваньку. Очень заманчиво. В общем, друзья, вы уж как-нибудь мне там чиркните, кого бы вы хотели видеть в платиновом ранге следующем. Так, ну что? У нас здесь мутаген разыгрывается. Это я уже за кадром, наверное, побомблю. Ну, а мы с вами идем на испытание и посмотрим. Кстати, ребят, смотрите, усиление технодрома. Если не ошибаюсь, то здесь у нас будет разыгрываться ДНК на Крэнга. Ну, а ДНК на Крэнга, естественно, нам нужны, как ни крути. Так, друзья, классическая Боня. Хорошо, давайте, наверное, мы перейдем сюда и посмотрим, сможем ли мы пройти ее. Ну, для начала, хотелось бы увидеть, каких нам дадут персонажей. Ну, в принципе, хотелось бы, конечно, лучше бы, но половина имбы здесь все-таки у меня присутствует. И это круто, на самом деле. Так, я включаю здесь на автобой, потому что, вы сами понимаете, 10-го уровня противники, они их сейчас просто быстренько разбомбят. Ну, а мы с вами приступим где-то уже в ручной режим. Переходите на эпизоде, так, 6-7, я думаю, да, приблизительно. Так, здесь вообще все без проблем. Жалко, здесь нельзя, знаете, как во многих играх есть такая возможность просто за жетоны проходить уровни, да, даже несмотря на боевки. Просто проходишь их и все, и они тебе как бы зачисляются. То есть, если ты уверен, что твоя команда на 100% сможет победить. Например, я здесь уверен, да, что моя команда победит. Нажимаешь там на жетончик, он у тебя тратится, и, соответственно, ты получаешь просто реворд. Вот таким вот макаром, не показывая самого боя. Ладно, друзья мои, эпизод второй. Разыгрывается ДНК на Рокстеде. В принципе, тоже неплохо, нам это дело нужно. Так, тут, конечно же, без проблем разбираем этих ребят, потому что уровень какой там, 20-й, если я не ошибаюсь? 20-й, да? Ну, вы сами понимаете, это для нас сосунки. У нас самый минимальный уровень в данный момент это 47-й у Сплинтера. 47-й у Сплинтера. На самом деле, я думал, что на прошлой неделе у меня хоть какие-то шансы будут накопить чуть-чуть побольше ДНК на Сплинтера. Но при фарме он мне просто не выпадал, друзья. Он мне не выпадал. Мне выпадали жетоны, выпадали там разные другие ДНК, но только не Сплинтер. Я не знаю, почему так тяжело на него находить ДНК, выбивать, но факт есть факт. Так, друзья мои, у нас с вами третий эпизод. Три волны здесь всего лишь будет. Ну и, естественно, 30-й уровень противников, с которым мы просто разбираемся на изи. Кстати, следующий эпизод у нас будут уже 40-е уровни. Я боюсь, что Сплинтера надо будет, наверное, оттуда убирать. Или же он еще там поиграет маленечко, да, у нас. Ну, а дальше нам его придется просто убирать. Иначе его там будут расписывать. Здесь, конечно, будут успевать. Вот, например, вот такие вот охламоны, как Бибоб и Рокстеди, естественно, будут успевать. Потому что они на автобой заточены бить самого слабого персонажа в нашей команде. Так, друзья, ну идеальная победа, да? Три звездочки. И мы сразу переходим на следующую главу. Так, эпизод четвертый, да, у нас. Соответственно, здесь будут 42 уровни. А, даже 45-е. Ну, вот здесь как раз уже для моего Сплинтера угроза появляется. Самая первая. Ладно, друзья мои, давайте попробуем, наверное, в ручном режимчике поиграть. Попробуем Сплинтер немножко с вами, как говорится, спасти. Чтобы его не ушатали здесь. Так, можно, в принципе, взять, друзья, вот так вот провокацию. И этого, я думаю, будет достаточно, да? Ну, все, здесь уже никто не сможет пройти. Он будет, конечно же, всех сразу же бомбить. А это зря массовая атака пошла. Ну, да ладно, давай сделаем защиту. А почему бы и нет? И можно, в принципе, друзья. Давай вот так сделаем. Пробафаемся маленечко, да? Угу, великолепно. Так, выжил Рокстуди? Посмотри-ка. Во-во-во, бежит, бежит, разогнался. Это зря ты, парень. Сейчас Рафаэль же тебе ответочку даст. Так, а у нас кто? А, у нас же тут Шреддер будет. Естественно, друзья мои. Хм, ржет он там, да? Это, по-моему, из третьей части, да? Классических черепашек-ниндзи, где он похищал Манхэттен, по-моему. Так. Ну, неважно, друзья мои. Все, он сейчас упадет у нас, поверьте мне. Хе-хе-хе. Да-да-да-да, никакой пощады тебе не будет. Отлично, друзья мои. Ну что же, на три звездочки, соответственно, этот этап можно фармить, но я думаю, что нам его не стоит. Ах, Леонардо, классика. Отлично. Обожаю классику. Так, друзья мои. Дальше у нас идет Рафаэль. Классический, опять же. Но вот здесь я уже, пожалуй, уберу нашего сплинтера. Потому что здесь уже 55-й уровень. Я больше уверен, что они будут его атаковать. И быстренько могут мне его слить. А я не хочу проигрывать. Так что, друзья мои, давайте так. Потихоньку, как говорится, аккуратненько. Но зато все четенько. Следующим у нас будет на... А у нас некого убирать. В принципе, даже Донателло уже 70-го уровня. Я думаю, что он где-то до эпизода 8-го вполне сможет с нами прогуляться. А ну-ка, массовую атаку. Ой, как расшечь. Ну, а получилось, друзья мои. Просто великолепно. Так, добиваем Маузера. И у нас... Ну что-то сейчас там... Во-во-во-во, в кого? Ну, конечно же, в самого слабенького, друзья мои. В самого слабенького. А самый слабенький, это у нас Донателло. Так, ну-ка, пробиваем. Отлично. Переходим на третью волну. И здесь у нас... Ага, Рокстеди. Ну, я думаю, здесь... Хотя, подожди. Хотел вертушку сделать, но подумал, что лучше это на последней волне сделать. Да? Потому что там будет у нас и Бибоб, и Рокстеди. И, по-моему, Шреддер. Я имею в виду на самой последней волне. Так. Ну, здесь, видите, да? Мы с вами практически не получаем никакого урона. А вот они сейчас будут отгребать по полной программе от нас. Так. Замечательная четвертая волна. А, нет, здесь Бибоб и Рокстеди будет. Да. Вот здесь уже можно, в принципе, применить и вертушку. Да, елки-палки, пока мы до нее дойдем, мы, наверное, в ручном режиме тут их сможем всех забомбить. Вот она, вертушка. Но я больше чем уверен, что они выстоят. Нет. Не выстояли, к сожалению. Ладно, друзья. Для нас, как говорится, это лучше. Три звездочки. Идеально называется победа. И мы двигаемся с вами дальше. Эх, Рафик классика. Замечательно. Так, следующий у нас будет Майки классика. Ладушки. Погнали. Ага, здесь вот как раз будет у нас Шреддер. Он будет вместе с Бибобом и с Рокстеди. Поехали, друзья мои. Что мы тут с вами? Как в первый раз, да? Все будет хорошо, все будет замечательно. Ну что же, я думаю, здесь уклонение применять не следует. Да? Мы лучше с вами будем на последнее, а может быть где-то на второй, нет, на третьей волне применять. Так. Они промахиваются, да? Хотя 60-й уровень. Смотри-ка, странно очень. Он почему-то поехал на Рафаэля. Для чего? Я думал, он будет атаковать Донателло. Ну ладно. Сам виноват, да? Как говорится. Пробьем, интересно? Нет. Смотри-ка, какие крепкие ребятулечки-то пошли уже. Так. Вторая волна. Здесь у нас будет уже Рокстеди. Угу. На третьей волне будет Рокстеди с Бибобом. И на последней, по-моему, они все вместе будут со Шреддером. Так. Давай-ка мы вот так вот, наверное, массовую атаку сделаем. Отлично. Надо будет, конечно, еще немножко, мне кажется, прокачать вот удар сюрикенов от Донателло, да? Вроде бы хорошо, но все равно слабовато бомбит. Так. Ну что, добиваем, я думаю, наверное, да? Да елки-то, какой сильный-то, а? Так. Третья волна. Они уже здесь будут вместе. Бибоб с Рокстеди. Так. И на четвертой, как говорится, все их зловещая команда будет воедино. Так. Подожди-ка. Давай вот это попробуем с вами. Хоба. Слабенько тоже. Слабенько. Так, друзья, я, наверное, вертушку поберегу. Хочу взять провокацию на Рафаэля. Я думаю, это будет правильный вариант. Так, смотри-ка, меткость мне понизили, а? Ай-яй-яй. Что же вы делаете, ероды? Уклонение. Хорошо, давай сделаем уклонение. Я думаю, для последней битвы оно нам не помешает. Так. Оп. И промахнулись, да? А в ответку, естественно, от Рафаэля. Давай попробуем вот таким вот ударом вертушкой. Минус. Ну, все. Дальше просто добиваем эти железные ведра помойные. Мне они почему-то напоминают именно железные какие-то баки. Так. Не добили, к сожалению. А вот теперь все на изи. И я думаю, что начать можно с вертушки. Как только на Леонардо выпадает этот скилл, мы сразу будем его применять. Но пока постоим в провокации Рафаэля. Как говорится, побережем себя и всю нашу команду. Так. Замечательно. Сюрики. Замечательно. Так. Поехали, друзья мои. Сейчас, я думаю, будет Леонардо у нас, да, ходить? Леву. Да. Вертушка. И я думаю, упадет как минимум двое. Хе-хе. Ну и, конечно же, бибобчика просто нас с вами добиваем. Неплохо. Очень даже неплохо. Слушай-ка, у нас еще два эпизода впереди. Что-то как-то мне немножко не по себе. Я думаю, что на последнем мы, скорее всего, сольемся. Так. Эпизод седьмой, да? Подожди-ка. Что такое? Так. Здесь у нас будет сам Крэмк. Ага. Слушай, ну здесь мы пройдем. Вот я, конечно, немножко побаиваюсь за Донателло. Я думаю, последний эпизод мы будем проходить уже без Донателло, к сожалению. Если мы не хотим с вами рисковать, нам придется просто-напросто его убрать. Ну, а пока будем пробовать с вами, да? Так что, массовая атака, да? Массовая атака, но... Ах ты, смотри, что он делает, друзья мои. Они вешают на себя вот эти вот шлемы. Хм. То есть мы сразу их подбить не сможем. Я понял. Ладушки. Давай, наверное, вот так вот сделаем с вами, да? Отлично. Так, добьем или нет? Не вышло, к сожалению. Так, подхил у них был. Рафаэльчик, давай-ка Лео добьем этого. Гаврюшу. Так, этого тоже. Уничтожим. И сколько волок, кстати? Кто-нибудь увидел? Я что-то не обратил внимания. Ой-ой-ой-ой, пять волн здесь. А что, на последнем будет шесть волн, что ли? Хе-хе. На последнем эпизоде. А я не удивлюсь. Давай-ка мы, наверное, с вами... Оу, зачем я... Ребят, ну это... Это было глупо. На самом деле, зачем я это сделал-то? Я хотел, знаете, как в этом? Передвинуть. Угу, передвинул. Ай, ладно. Ничего страшного. Хилка у нас еще есть. Как говорится, у Майки. Так что особо переживать не стоит. Единственное, что вот Донателла, конечно, в зоне риска. Тут не поспоришь. Так, здесь у нас будет крэнк. Вот смотрите, что они делают, а. Ай-яй-яй. Бьют именно Дони. Мы переходим с вами на третью волну из пяти. Ммм, так. Уклонение, не думаю, что нам сейчас здесь нужно. О, молодец, Майки. Двойная атака. Это ты круто сделал. Так, защиту я тоже, думаю, мы с вами прибережем. Да? От Донателла. Все это будет у нас на последних волнах разбираться. А может быть, даже на самой последней волне нам это все пригодится. Так, кланфутовец. Ну-ка, Маузер минус. И кланфут. Чтоб тебя стоит там из-под тишка бомбит. Четвертая волна. Слушай, ну я не знаю, друзья. Можно, в принципе, сыграть через провокацию. Да. Я думаю, что Рафаэля они пробить не пробьют. Но, по крайней мере, Донателла наш будет не в зоне риска. Так, секундочку. Уклонение сделаем. Да, на всякий случай. Мало ли они там будут массовые атаки делать. Так, минусуем. Что дальше? Кто там дальше? Так. Отлично. Шреддер, наверное, нам нужно с вами пробить. Как можно быстрее. Ой-ой-ой-ой. Не вышло. Усиляет команду. А, нет. Нет, ребята. Выпустил, как говорится, болванов этих. Слушай, ну, с одной стороны, нам это даже хорошо, что он выпустил этих болванов. Да, он потратил свой суперудар. Ну, соответственно, и больше его здесь не будет на поле боя. А мне надо будет как-то воспользоваться, наверное, отхилом. А почему? Потому что у Донателлы, как мы видим, мало здоровья. Так что, друзья мои, простите. Вот так мы сделаем. И не забывайте, что в конце нас будет ждать Крэнк. Крэнк и все-все вот эти вот. Бибоб, Рокстеди, да? И Шреддер. По-моему, вся компашка там будет. Ну, добьешь, Донни? Ай-яй-яй, слабенько бьет. Слабенько бьет. Ну. Подожди-ка. Технодром? Нет-нет, они должны быть все. Я же помню. Или здесь будет просто... А, он один. Друзья, ну, для нас это очень хорошо. Если он здесь один против нас, мы его, думаю, быстренько сейчас поджарим. Так, начинаем с вертушки. Ать. Ой-ой-ой, какой там... Бумс. Друзья, я переживаю за Донателла. Серьезно говорю. Он у меня без защиты, без прикрытия. Если он сейчас по нему звезд дойдет, Донни, я думаю, упадет сразу же. Ага. Майки неплохо сейчас прописал. Слушай, ну, давай, наверное, бомбочку. Бросим. Так, постепенный урон. Кого он будет бомбить сейчас? Ага. Рафика. Зря, кстати, он Рафаэля тронул. И добивает Леонарда. Бумс. Мне вот это нравится. Он такой вылазит и обратно падает. Ну что? Хорошая была победа. Мне понравилось. И мы с вами переходим. А куда мы с вами переходим-то? У нас еще, по-моему, да, эпизодик будет один. Шреддер. Классика. Да, у нас еще с вами вот этот эпизод. И смотрите, самое интересное, да, что вот здесь вот... А, нет, это не здесь смотрится. Вот. Вот тут вот. Вот тут они, по-моему, уже будут все вместе. То есть в данный момент мы последнего босса били Крэнга одиночку, да? А тут, по-моему, уже будет Крэнг вместе вот с этой, со своей свитой. Ой, друзья, я же забыл Доню убрать. Ладно, фиг с ним. Как говорится, Доня, ты попал под раздачу. Главное нам пройти просто этот уровень. На три звездочки в любом случае, наверное, не получится, да? Ну, постараться можно. Восемьдесятый уровень, как мы видим. Но, естественно, они бьют самого слабенького. Это Донатало. Я даже ничему не удивляюсь. Хорошо, что у нас уклонение стоит, поэтому они просто не могут по нему попасть. Так, здесь волн сколько будет? Пять? Опять же, да, по-моему? Провокацию, я думаю, не стоит пока брать. От нее здесь толку мало будет. В дальнейшем она нам пригодится. Ну, они мажут. Причем довольно круто мажут. А ну-ка, если вот так вот сделаем. Так, добивочный. Давай, Майки. Молодец, красавчик. Да, друзья мои, пять волн здесь у нас. Так что все хорошо. Вот эти вот мне не нравятся, которые с пушками стоят. У них, друзья мои, массовые атаки. Естественно, они будут сейчас бомбить. Поэтому я думаю, что их в первую очередь нужно ликвидировать. Ага. Так, теперь вот этого охламончика. Вот, массовые атаки. Пумпс. Рафик. Ах, они еще шлемы на себя повесили. Ну, Донни, я так не играю. Почему такой слабый вообще? Ну, фиг с ним. Давайте, друзья, я уж возьму провокацию. Как бы, с свой страх и риск. Надо вот это вот все дело убирать с них. Убирать все. Ой. Это рискованно, друзья мои. Так, ну-ка, пробьем. Да, пробьем, конечно. Куда он денется? Это месть. Да, друзья, это месть. И я буду немножко хиляться, потому что я не хочу Донателло потерять. Донателло нам еще, друзья мои, пригодится. У него есть защита, у него есть сюрикены. Все, что нам нужно, короче. Так, и минус. Вот неугомонный, а. Так, у нас уклонение с вами, да, откатилось от майки. Надо будет тоже этим воспользоваться делом. Так, третья волна. На четвертой, я думаю, мы с вами начнем применять всякие вот эти вот наши скиллы, которые нам будут помогать. Так, добьем, интересно? Нет, не получилось. Ой-ой-ой, друзья мои. Донателло. Они сейчас будут, наверное, его бомбить. Давай применять тогда уклонение. Может быть, промахиваться будут. Я на это надеюсь. Очень сильно. Ай-яй-яй. У них еще отхил, да? Действует, смотрите, друзья мои, отхил. С каждого уровня. Постепенное исцеление. Есть постепенный урон, да? А есть постепенное исцеление. Так, ну что, Маузер? Давай-ка. Эть-эть-эть. Не добили. Почему не попадает? Ребята, на мне стоит уклонение. Они все равно как-то его обходят. Так, ну что, у нас тут на четвертой волне вот эти вот консервники. Странно. Ну что же. Тогда нам это все на руку, друзья. Как они меня бесят вот этими своими массовыми атаками. Я терпеть их не могу. Так, у нас с вами атака, да? Крит атака есть. Давай, наверное, попробуем вот так вот сделать. Добьешь, Майки? Молодец, красавчик. Отличненько. Отличненько. А Рафик не дает спуску. Блин, у Нателла, как всегда, здоровьица уже маловато. Слушай, мы можем с вами похиляться. Так, снеем всем шлемаке эти, да? Надо будет похиляться все-таки, друзья мои. Потому что уже и у Микеланджело очень мало здоровья. Так, кто у нас там будет? Лео? Хорошо, давай, Лео. Хиляй. Хиляй, без тебя никак. Так, опять у меня почему-то Майки грустный. Вы видите, да, друзья мои? На нем нет никакого, как-то сказать, плохого бафа или еще что-нибудь. Но он почему-то все равно теряет здоровье. Я не знаю, что это за баг такой. Несправимый. Приуныл, короче, у нас парнишка. Ну и вот у нас пятая волна. По-моему, здесь, друзья, как и... А да, вот они все вместе в канализации сидят. Олухи. Давай, хильнемся с вами. И будем, наверное, брать... Хотя нет, надо делать массовую атаку от Лео. Ух, ху-ху-ху. Четко все, друзья мои. Слушайте, я, наверное, возьму провокацию. Я надеюсь, Рафик, ты меня не подведешь. Выстоишь против этих охламонов, потому что каждый сейчас будет у тебя... Ай, массовая атака, друзья мои, пошла. Массовая атака. Так, тихо. Главное уцелеть. Вот что я тебе хочу сказать. Главное уцелеть здесь. Так, Майки, ты, главное, не дуркуй. Ты у меня не отдуплись, родной мой. Ты мне еще нужен здесь. Так, давай-ка попробуем вот так еще сделать. Оу, друзья у меня. А у меня что? Это все не сделалось, потому что... Потому что антииммунитет стоит, да? Давай тогда добьем Кренга. Вот так вот. Шреддер, пора тебе, по-моему, отдуплиться. Так, кто там следующий у нас ходит? Я думаю, что мы все-таки пробьем с помощью Майки. Ну. Ё-парсетэ, шички! Друзья мои, ну как же так, а? Ну как так-то? А ведь я надеялся на РФ. Да что ты будешь делать? Ты посмотри. Сейчас еще кто-то у меня упадет, друзья мои. Сейчас кто-то еще упадет. Ну, конечно же, Майки. Так, Лео. Слушай, парень, ты у меня один остался? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну-ка, пробей, пожалуйста, пробей. Друзья, и всей команды у меня остался только в живых Леонардо. Обалдеть! Что-то мне в конце там расписали, конечно, не по-детски. Но, тем не менее, как вы понимаете, мы прошли с вами это испытание. Мы получили с вами ДНК на Крэнга. В принципе, это была моя основная цель, да, и задача. Ну, а мы, друзья, наверное, будем с вами закругляться. Я за кадром пойду, набью себе мутагена, потому что нам нужно героев наших повышать по уровню. Ну, а с вами увидимся уже в следующих сериях. Так что всем пока, удачи и до скорых новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok